Вчера в 6 часов вечера в ходе специальной операции областного обнона в цыганском поселке на Шулмяна 11-2 при попытке сбыта наркотиков, то есть с поличным, были задержаны двое подданных Таджикистана, Альберт Махмедов и Туарбек Тураков. В доме при обыске было изъято более 400 доз героина, как уже расфастованных на продажу, так и находящихся в так называемых свертках. Возбуждено уголовное дело. Сами задержанные мало что могут пояснить, хотя бы потому, что плохо говорят по-русски. Милиция же установила, как именно была организована торговля. Дозу можно было получить, просунув деньги в щель между железными жалюзями, а узнать, есть ли наркотики в доме, можно было по горящей во дворе лампочке. Если лампочка выключена, значит, либо наркотиков нет, либо есть какая-то опасность. Здесь же были задержаны и трое покупателей героина. Они оказались более славоохотливыми. Вот таджик торчал, вот как, если торчит таджик вот здесь вот, видно его над забором, значит, если никого нету, значит, нету. И дверь маленько прятка это. Ну, подходишь, даешь в окошко деньги, тебе дают, и все. А откуда вы узнали, что именно по этому адресу производится? На своей последней пресс-конференции, это к вопросу о том, что сейчас только что сказала девушка, задержанная при попытке покупки наркотиков, на своей последней пресс-конференции вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман заметил, что Шелмяна-11 – это очень известная наркоточка. За время работы пейджера без наркотиков сообщения о торговле здесь приходили более 80 раз. Торговали несколько точек, это Роза, Хабай, Аглы, торговала Наташа, торговала Лена по кличке Коляска, которая первая придумала такой прием торговать в детской коляске, когда там лежит ребенок. Кроме этого торговала точка Татьяны Морозовской на Шелмяна-11. Возбуждено уголовное дело, между тем стоит отметить, что попались с поличным, кажется, опять рабы. Мы ничего не утверждаем, но именно так называют таких таджиков, по данным фонда «Город без наркотиков», сами цыгане, и сдают их безжалостно. Впрочем, существует целая система по выкупанию их потом у милиции. Об этом же рассказывал на своей пресс-конференции Евгений Ройзман. И Татьяна Морозовская неоднократно хвасталась, когда у нее забираются таджиков, и Роза, Хабай, что у них есть таджиков, выкупают. Представители фонда уверены, что точка на Шелмяну начнет торговать снова. Причем, по мнению вице-президента фонда Андрея Кабанова, произойдет это уже завтра. Фонд «Город без наркотиков» добивается, чтобы расследование этого уголовного дела было взято под контроль областной прокуратурой.